этот фильм хотелось бы начать со слов алла борисовны пугачёвой обмани меня в последний раз обмани меня хотя бы на час вот с этой сентеции алл борисовны мы начнем большой наш фильм кто еще не знает вы находитесь на канале александр мирошникова я александр мирошников странное совпадение и в нашей рубрике что должен знать и уметь персональный тренер мега уважаемый человек как всегда интересная и занимательная тема научно-доказанные травяные афродизиаки что это такое усаживайтесь поудобнее фильм будет большой времени у нас как всегда мало вперед-перед к знаниям афродизиак определяется как любая пища или лекарства которые пробуждают сексуальный инстинкт вызывают внутренние желания и увеличивают удовольствие и естественно сексуальную работоспособность это слово происходит от афродиты греческой богини любви и эти вещества получены из растений животных или минералов и с незапамятных времен они были страстью человека многие природные вещества исторически были известны как афродизиаки в европе и африке такие как юхимбин и растение мандагора а также молотый рог носорога в китайской культуре и испанская мушка которая кстати на самом деле токсично в недавнем исследовании проведенным в районе бостона 52 процента мужчин в возрасте от 40 до 70 лет сообщили о некоторой степени эректильной дисфункции поэтому охота за эффективными афродизиаками была постоянной целью на протяжении всей истории роль различных дофаминергических адренергических серотонергических агентов интенсивно изучались как следствие на людях так и на животных некоторые из этих препаратов были рассмотрены из-за потенциальной роли в лечении сексуальной дисфункции в то время как некоторые другие способствовали в основном нейрофилогическим процессом сексуального возбуждения давайте с вами рассмотрим что такое сексуальная или эректильная дисфункция сексуальная дисфункция серьезный медицинский социальный симптом которые встречаются от 10 до 52 процентов мужчин и 25 до 63 процентов женщин эректильная дисфункция основная причина мужской импотенции считается одной из важнейших проблем общественного здравоохранения поскольку затрагивает значительный процент мужчин эректильная дисфункция определяется как постоянная неспособность получить или поддерживать эрекцию при удовлетворительных сексуальных отношениях по оценкам 20-30 миллионов мужчин страдают той или иной степенью сексуальной дисфункции а вот возможные механизмы действия травяных афродизиаков изучите самостоятельно теперь давайте изучать самые популярные травяные афродизиаки и в этом нам поможет хороший обзор который вышел в 2013 году первый популярный афродизиак это хлорофитум боревелианум или известный он как цфат мюсли клубневые корни цфат мюсли обладает иммуномодулирующими и адаптогенными свойствами и используется для лечения импотенции бесплодия и повышения мужской потенции майонок кенаджи показали эффективность данных субстанций на крысах следующая травка это белый имбирь белый имбирь использовался многими практикующими врачами традиционной медицины для лечения эректильной дисфункции он используется для повышения либидо а также для управления низким количеством сперматозоидов сериачис кумар и мачо показали эффективность данных субстанций на крысах наконец очень популярная добавка в россии да и во всем мире это трибулус тирестрис трибулус тирестрис это цветущее растение которое произрастает в теплых и умеренных и тропических регионах ничев и томова исследовали влияние экстракта трибулуса на метаболизм андрогенов у молодых мужчин результат исследования предсказывают что стероидные сапонины трибулуса не обладают ни прямым ни косвенными андроген повышающими свойствами в 2019 году выходит систематический обзор по данной теме заключение результаты настоящего систематического обзора показали что потребление трибулуса в целом привело к улучшению параметров спермы этот результат был получен в шести из семи исследований для мужчин так и непонятно повышает ли трибулус потенцию либидо но для женщин вот есть такой систематический обзор 2020 года результаты после от одного до трех месяцев лечения вы видите наблюдалось значительное повышение показателей сексуальной функции три месяца лечения показали значительно повышение уровня тестостерона в сыворотке у женщин в премии на паузе не было сообщения серьезных побочных эффектов и ни одно из исследований не оценивало качество жизни связано со здоровьем достоверность доказательств была очень низкой что означает что у нас мало уверенности в оценках эффекта и будущее следы невероятно изменят эти оценки больше потребился ничего нет следующий афродизиак это шафран посевной шафран посевной представляет собой многолетнее растение которое широко культивируется в иране и других странах включая индию и грецию риус мадан хосин дэч показали эффективность данной субстанции на крысах в двадцатом году выходит рк и которая подтверждает положительный эффект от приема шафрана у мужчин с эректильной дисфункцией в 2018 году выходит метанализ по шафрану который показал значимое положительное влияние на все параметры опросник эректильной дисфункции приема шафрана в 2019 году выходит очередной метанализ который включил в себя 5 исследованием с участием 173 человек заключение в целом шафран оказался эффективным средством улучшения сексуальной дисфункции и и субшкал среди участников этот эффект был разным в зависимости от степени сексуальной дисфункции следующий афродизиак это мускатник душистый или мускатный орех высушенное ядро мускатного ореха упоминается в медицине у на не как полезный при лечении мужских сексуальных расстройств в средней таджине из авторов было обнаружено что введение 50 процентного этанольного экстракта розовые дозы разовой дозы мускатного ореха и гвоздики и пенегры привело к повышению способности мышей к спариванию больше никаких исследований по мускатному ореху нет следующий афродизиак это финиковая пальма финиковая пальма происходит из северной африки и широко культивируется в аравии и персидском заливе пыльца финиковой пальмы используется в традиционной медицине при мужском бесплодии бихман пауэр и савторы показали эффективность финиковой пальмы на крысах больше никаких исследований по данному афродизиаку нет следующий афродизиак это мака перуанская мако перуанская представляет собой перуанский гиппокотель который растет исключительно высоте от 4000 до четырех с половиной тысяч метров центральных амдах мако традиционно используется в андском регионе из-за ее предполагаемых афродизиаков и или свойств повышение фертильности чанг и гицеру показали эффективность данные субстанции на крысах больше никаких исследований по маке нет следующий афродизиак это кемпферия мелкоцветная или тайский женьшень тайский женьшень это растение из юго-восточной азии традиционно используется для усиления мужской половой функции в отдельном исследовании изучался влияние спиртового экстракта женьшеня на кровоток в яичках результаты показали что спиртовой экстракт обладает афродизиаком вероятно за счет заметного увеличения притока крови к семенникам крыс также результаты показывают что вот эта кемпферия уже специальный препарат может улучшить эректильную функцию здоровых мужчин среднего и пожилого возраста хотя эффекты были не такими выраженными как при приеме рецептурных лекарств большинство участников сочли их удовлетворительными в 2019 году оценили безопасность приема тайского женьшеня в двойном слепом плацебо-контролируемого исследования и был сделан вывод что именно употребление ежедневное тайского женьшеня безопасно для здоровья японских мужчин и женщин очень интересный афродизиак это эврикома длиннолистная эврикома в основном произрастает в индонезии малайзии и в меньшей степени в таиланде вьетнаме и лаосе растение приобрело известность как символ мужского эго и силы у малазийских мужчин потому что она повышает мужскую мужественность и сексуальную доблесть во время сексуальной активности анг и савторы показали эффективность данной субстанции на крысах в 2017 году выходит систематический обзор который включил 11 исследований по евре коми именно плацебо и рк и вы видите все эти исследования продемонстрировали значительное влияние евре комы на сексуальное здоровье мужчин в 2021 году выходит двойной слепой плацебо рк и который делает следующее заключение комбинация евре комы и конкурентных тренировок улучшила эректильную функцию и повысила уровень общего тостерона у мужчин с дефицитом андрогена следующий афродизиак это чабер садовый чабер это эндомичное растение широко распространенное в южной части ирана хейри резвинфар показали эффективность данной субстанции на крысах больше никаких исследований по чаберу нет и наконец мы добрались до женщине на протяжении многих лет женщин пользуется репутацией одного из лучших афродизиаков в мире слова панокс по сути означает все исцеляющие по-гречески и таким образом относится к корням которые предполагают оздоравливающие свойства для всего человеческого тела было показано что как нейротрансмиттер вызывающий эрекцию полового члена в освобождении но усиливается именно женщин им в каверзном теле кролика ин витру не только у кроликов повышается потенция но и имеет анализ восемнадцатого года показывает что пана женщин и прелокс эта комбинация пик ноги нова и л аргенина аспартата могут быть эффективным при лечении эректильной дисфункции в двадцатом году выходит двойное слепое плацебо рка и в котором женщины разделились на группы одна группа принимала 100 международных единиц витамина е 67 миллиграмм корейского женщине 40 миллиграмм сибирского женщине и понятно другая группа плацебо выводы хотя наше исследование не могло найти дополнительных преимуществ витамина е женщине по сравнению с плацебо в улучшении сексуальной функции в целом добавка работал лучше в повышении сексуального желания и удовлетворение и наконец в двадцать первом году выходит систематический кохрановский обзор по данной теме выводы основываясь на доказательств с низкой степенью достоверности при оценке с использованием проверенных инструментов женщин может оказывать лишь незначительное влияние на эректильную функцию или удовлетворенность половым актом по сравнению с плацебо женщин может улучшить способность мужчин к половому акту он может иметь незначительное влияние на побочные эффекты или вообще не иметь его мы не нашли доказательств сравнивших женщин с другими агентами с более известной ролью в лечении эректильной дисфункции такими как ингибиторы фосфодиэстеразы 5 следующий популярный афродизиак это йохимбин йохимби это вечно зеленое дерево произрастающие в западной африке а также в азии это единственное травяное лекарство указаны указаны в справочнике врача для усиления сексуальной функции юхимби широко используется более 75 лет в качестве общепринятого лечения мужской эректильной дисфункции fda из сша одобрила юхимби как первое лекарственное средство растительного происхождения для лечения импотенции в конце 80-х годов и назвали этот чудо препарат травяной виагрой в выпуске журнала вы видите environmental nutrition в европе за февраль 1999 года юхимби считается эффективным средством борьбы с ректильной дисфункции в основном из-за его способности стимулировать кровоток путем расширения кровеносных сосудов увеличение притока крови к половому члену способствует возникновению эрекции другой способ которым не химби относится компотенция заключается в том что он увеличивает выработку организмом нор эпинефрона что необходимо для формирования эрекции все это очень хорошо но вы скажете а если какие-то доказательства этим словам есть вот исследование 2007 года заключение юхимбин полезный вариант лечения оргазмической дисфункции также есть данные извлеченные из отчетов американской ассоциации центров по контролю за отравлениями для юхимбина и эти данные сообщают об опасном воздействии этой субстанции а обзор афродизиака в двадцатого года делает следующие выводы большинство сексуальных усилителей растительного происхождения включенных в этот обзор оказались безопасными в терапевтических дозах и сообщалось о нескольких побочных эффектов именно психиатрических и неврологических юхимби в основном принимал участие в случаях отравления но его сердечно-сосудистая токсичность вызывает больше беспокойства чем его психиатрические и неврологические побочные эффекты следующий афродизиак это фадогия фадогия обладает значительным потенциалом афродизиаков юкамбо и савторы показали эффективность данной субстанции на крысах больше никаких исследований по фадогии нет следующий афродизиак это мантануа войлочная мантануа имеет обширную этно-медицинскую историю использования в качестве традиционного средства от сексуальных нарушений каро джорос и савторы показали эффективность данной субстанции на крысах больше никаких исследований по мантануа нет следующий афродизиак это терминалия катапа или индийский миндаль катапа большое тропическое дерево и обладает значительным потенциалом афродизиака ратносория и савторы наблюдали что семена катапы в дозе 1500 миллиграмм на килограмм или 3000 миллиграмм на килограмм перорально в течение 7 дней у крыс имели заметное улучшение действия афродизиака и сексуальной энергии напротив более высокая доза 3000 миллиграмм на килограмм перорально обратимо подавляла все параметры сексуального поведения больше исследований по катапе нет следующий афродизиак это каземероа съедобная экстракт семян каземероа употребляется во многих частях мира включая центральную америку азию в качестве афродизиак алис авторы показали эффективность данной субстанции на крысах больше никаких исследований по каземероа нет следующий афродизиак это тернера раскидисты или дамьяна в народной медицине дамьяна считается ну серьезным афродизиаком эстрадой с авторой показали эффективность данной субстанции на крысах больше никаких исследований по дамиане нет на этом список в обзоре 2013 года афродизиаков заканчивается и наши западные коллеги все что мы сейчас рассмотрели сводит в одну таблицу ознакомьтесь с этой таблицей самостоятельно а и 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 тринадцатый год это очень хорошо но сейчас напомню 21 год и пытливый подписчик канала веселая наука скажет ну уже с того времени столько воды утекло и действительно воды утекло не так много но утекло и так метанализ обзор систематический 21 года который на себя взял такую ответственность посмотреть и повышение тестостерона и все-таки влияние на эректильную дисфункцию да и повышение сексуального либидо активности и так далее тестостерона нас с вами мало интересует но таблицки из этого обзора изучите самостоятельно хотя повышение тестостерона не входит в рамки нашего фильма мы их вам даем в качестве бонуса но теперь вернемся к травкам и субстанциям для повышения потенции и мы с вами видим здесь появляются новые новые травки афродизиаки это роговой козий сорняк уровень доказательности а вспоминайте это должны быть здесь рандомизированные контролируемые исследования плацебо вот мы смотрим да здесь пмпп мать да вот этот и ну я проверил да есть рандомизируем контролируемые исследования по еврикоми немножечко там они напутали да в некоторых местах да и не рандомизированные есть одно исследование потом соответственно комбинации например до того или но препарат но в целом принципе я пробежался в целом более-менее соответствует что мы видим панакс женшень корейский красный женшень добавляется еще по юхимбину посмотреть мы практически в тринадцатом году ничего не нашли они находят достаточно большое количество и юхимбину все-таки доказательства класса а приписывают здесь у нас появляются как я уже сказал два субстрата это роговой козий сорняк и л-аргинин хотя это не травочка это аминокислота но давайте все-таки поговорим об этих препаратах роговой козий сорняк больше известен как горянка горянка это травянистые растения известны как натуральный афродизиак поскольку как показал ряд исследований на животных она оказывает положительное воздействие на выработку гормонов и либидо горянка относится к семейству барбарисовые и произрастает главным образом в китае других частях азии и средиземноморье горянки содержится активное вещество и кореин которое и обеспечивает большую часть ее полезных свойств дословно название этого растения переводится как трава похотливого козла и за этим стоит своя история свое время фермеры заметили что овцы и козлы евшие эту траву проявляли гораздо большой интерес к особям противоположного пола что касаемо аргинина то метанализ который вышел в 2019 году и в который вошло 10 рк и делают следующие заключения результаты нашего обзора представляют доказательства эффективности добавок аргинина при легкой и умеренной эректильной дисфункции даже скажу больше что много работ современных выходит в комбинации аргинина и виагры и вот там конечно результат просто сумасшедший заключительную таблицу этого метанализа вы также видите на экране в результате метанализ 21 года делает следующие выводы только одна пятая часть ингредиентов в добавках для тестостерона и эректильной дисфункции имеет положительные доказательства подтверждающие что их использование приводит к улучшению хотя есть несколько ингредиентов с уровнем доказательности а их использование следует рассматривать с осторожностью оценка их безопасности эффективности в сочетании с другими компонентами не проводилась более того стало очевидно что многие пациенты часто не консультируются с медицинскими работниками перед тем как попробовать эти продукты однако в настоящее время все еще нет опубликованных рка и оценивающих эффективность цельных пищевых добавок в отношении тестостерона или эректильной дисфункции следовательно использование тестостерона и добавок эректильной дисфункции следует рекомендовать с осторожностью из-за недостатка доступных исследований еще раз напомню что мы сегодня рассматривали только травяные афродизиаки но немножко захватили аргинин мы не смотрели сегодня там ваш сандалафил не выговоришь его это химическое вещество то есть фармакологию мы старались не рассматривать но по факту что мы видим эвриком а какая-то горянка да для меня было удивление женьшень до панокс женьшень юхимбин много побочных эффектов может быть на 21 на 21 год есть какая-то доказательная база класса а но вы видите также токсичность для сердца еще чего-то но в целом да в целом есть небольшой класс препаратов которым можем принимать применять для улучшения эректильной дисфункции если вам фильм понравился то не забываем ставить лайк и конечно же подписаться на наш канал у нас самые занимательные веселые практичные а главное научные фильмы все пока пока